Часть второго сезона сериала «Чернобыль. Зона отчуждения» снимали в Калифорнии. Съемочная группа проекта жила на ранчо, где также обитали два павлина, которых решили называть именами героев. Помимо российских актеров, во втором сезоне были задействованы звезды американских сериалов. Исполнительница главной женской роли Кристина Козинская свободно владеет английским языком. Но, находясь на площадке с американскими актерами, она очень стеснялась говорить на их родном языке. «Когда слышишь их речь и произношение, понимаешь, что ты просто чайник. Мне даже специально нанимали репетитора, чтобы я быстрее преодолела свой страх и чувствовала себя комфортно на площадке. Это был отличный опыт и возможность вывести свой английский на более высокий уровень», рассказала актриса. В Калифорнии съемочной группе проекта Чернобыль «Зона отчуждения» не давала расслабиться погода. Там, где мы снимали в Америке, постоянно были песчаные бури. Даже просто перемещаться было большой сложностью. «Добавьте ко всему этому палящее солнце, невыносимую духоту и песок в глазах. Вот такие были погодные условия, несмотря на которые нужно круто играть свою роль», вспоминает Кристина Козинская. «В фильме мы противостояли сильному ветру и песчаным бурям. Ощущение того, что песок у тебя везде, не покидало меня еще очень долго», – вторит партнерша Константин Давыдов. Зато локации для съемок в Калифорнии были просто потрясающие. Удалось поработать и в пустыне, и в заповедной зоне. Атмосфера и пейзажи произвели неизгладимые впечатления на актеров. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и следите за всеми новинками кинопроката вместе с нами.